Минувшим летом в затоне Ренийского порта поселилась редкая птица – черный лебедь, который занесен в Красную книгу. Он заплыл с Дуная, где-то с Европы, наверное, заплыл в затон. Если я был на романной боксере, он на той стороне, где там металлом. Я назвал его – Боря-Боря, плывет сразу. И кормил каждое утро. Он окольцованный. Он, скорее всего, тоже из какого-то зоопарка с территории Румынии сверху приплыл. Просто наше счастье, что он в нашем затоне оказался. Ко всем голосам он привык. Мы его отзовешь, он сдалека оттуда, с середины котлована прилетит сюда. Он не видел его летающего ни разу. Может, он подбитый, не знаю. Но факт в том, что прибегал мы ему. Хлебушка там. Ну, кто что имел. Ну, на имя Боря откликивался постоянно. Хлеб кидаешь, кушаешь. Хорошо кушать мамалыгу. Но она быстро тонет. Он в ней нуряет. А потом травку любит зеленую. Таких маленьких бычков. Ну, мелкую рыбку надо давать. А в лицо мелкую. В отличие от других видов лебедей, черный лебедь не является перелетной птицей. Поэтому Боря и не думал на зиму улетать в теплые края. Тем более, что его и здесь хорошо кормят. Дело в том, что птица – это уроженка Австралии. И начнутся морозы. И шакалы, собаки. У него мало шансов выжить. Жалко мне его. Ну, если лед встанет, все. Куда он денется? Он просто погибнет. Он черный не переживает зиму такую. Мы уже думали где-то разбивать лед, чтобы он там был. Ну, собаки же могли бы его съесть. Здесь же в порту и собаки, и что хочешь. И шакал может забежать. «Было тут два лебедя белых. Но они белые при зиму. Это я боялся за него. Ну, тут были подсобники, работали. Такие народ нехорошие. И одного лебедя ароматуры убили. Короче, сажали его. Ну, тот, кто его сажал, получил от меня хорошего. Нельзя так. Искали варианты, как его забрать. Ну, самый лучший вариант оказался забрать его именно в зоопарк Одессы. Потому что он уже бюджетный хороший. И там и врачи есть, и тому подобное. То есть, с ними все обговорено. И он едет сейчас прямой дорогой в Одесский зоопарк». В операции по эвакуации Бори участвовал его лучший друг Вадим Грищенко. «Ну, для тебя же лучше, Борочка». На днях нашей съемочной группе удалось запечатлеть стаю белых лебедей, которая приземлилась отдохнуть и подкрепиться зеленой озимкой на полях возле села Нагорное. Счастливого пути, наши прекрасные друзья. Мы вас ждем весной. Дорогие друзья, спасибо за то, что вы с нами. Надеемся, вам понравится и это видео. Также нам очень интересно, что подобрал для вас, в зависимости от ваших предпочтений, искусственный интеллект YouTube. Пишите название в комментариях. А пока до свидания на канале Новости Рени. До новых встреч!